Приветствую! Сегодня мы начинаем серию новых видео про здоровую диету. В них я буду рассказывать какие продукты полезны, а какие лучше исключить. Сегодня в мире идет активная пропаганда против глютена. Это компонент пшеницы, который у здоровых людей нарушает всасывающую функцию кишечника, а также другие недуги, которые связаны с постоянным воспалением кишечника. Больше информации о конкретном действии глютена на организм вы можете прочитать в моем блоге. Также скоро выйдет новое видео именно по глютену. Все ссылки вы сможете найти в инфобоксе под этим видео. Также рекомендую прочитать книгу Дэвида Перлмутера «Еда и мозг». Она про воздействие глютена на мозг и другие органы. Автор подробно описывает проблемы, которые возникают при его употреблении. К безглютеновым продуктам относятся картофель, рис, чистый безглютеновый овес, киноа, батат, гречка и бобовы. Лучше всего нашим организмом усваиваются семена. Из этого списка это гречка и киноа. А злаки у нас очень трудно перевариваются. Моя мама еще до моего приезда в Украину из России уехала в Европу на постоянное место жительства. На сегодняшний день она живет в Голландии. Из Украины и обратно очень удобно передавать с ее помощью те товары, которые сложно найти здесь. Те продукты, о которых я вам буду рассказывать в этом видео, передала и нашла именно она в Голландии. Но я уверена, что в наших биомагазинах, в Украине, в России и в других странах можно найти подобные продукты. Поскольку индустрия здорового питания, индустрия здорового образа жизни сегодня очень динамично развивается. Итак, какие у меня есть макароны. Из киноа у меня есть вот такие спагетти. Они не очень тонкие, но развариваются достаточно долго, около 15 минут. Также есть два вида рожек. Они толстые и тоже долго развариваются. Спагетти из ботата тонкие и развариваются очень быстро, очень вкусные. Макароны из гречки черные. Их еще я не пробовала. Также у меня есть макароны из красной течевицы. Их также еще не пробовала. Но уверена, что они мне не очень понравятся, потому что бобовые я им очень редко. С этими изделиями можно готовить супчики или просто отварить и наслаждаться вкусом. Мой старший сын, к сожалению, не ест эти чудо-изделия, потому что у него особенное восприятие еды. Зато он с удовольствием ест обычную гречку и киноа. А вот двое младших и муж очень любят. Данные сухие продукты подходят тем, кто хочет отказываться от привычных продуктов. Или вы уже давно такое не едите, но хотите разнообразить меню и рацион вашей семьи. Также она подходит тем, кто хочет готовить максимально безвредное. Возможно, не всем детям и взрослым они сразу придутся по вкусу. Тогда можно попробовать использовать их как компонент для других влюб. Успешного вам перехода на здоровое и качественное питание. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите их в комментариях под этим видео. Я обязательно на все отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!